Пусть снимают хорошее кино, вот и будет в прокате стоять наше казахстанское кино. В принципе, объективно, если смотреть на вещи, конечно, это такой легкий подход. Всегда можно свалить на то, что не снимайте хорошее кино, вот оно и стоит в прокате. Хотя все мы, как профессионалы, понимаем, насколько сложно это дело, снять кино, и чтобы именно национальное кино пробилось на экраны собственной страны. Поэтому я хотел бы сегодня поговорить о том, что такое казахское кино и что такое казахстанская киноиндустрия. Может быть, нам пойти по такому более серьезному и большому пути, когда мы не будем вдаваться в частности, как говорится, какой режиссер хороший, какой плохой, где фирма купится или нет, а все-таки более шире, немножко рассмотреть вопрос того, есть ли у нас индустрия как таковая и может ли она родить конкурентоспособное кино. Ну вот, в принципе, наверное, вот в таком ключе я бы и хотел, ну, немножко буквально продержаться по состоянию нашему, как говорится, если что-то будет непонятно, можно сразу очень прерывать и задавать вопросы, потому что, может быть, это будет касаться таких профессиональных вещей не совсем понятных, но я думаю, мы должны разобраться в этом деле. Ну, прежде всего, что такое кинопрокат на сегодня, да, в Казахстане? На наших 16-17 миллионов людей, это сейчас действующих 200 кинозалов, 65 кинотеатров, 200 кинозалов, вот, и это количество, 200, оно немножко меньше, к 22 марта это будет порядка 200-201 зал, потому что открывается сразу к нау-руизу у нас три кинотеатра, шестизальный ВДК, в Кустанае четырехзальный Арман будет, и вот на Атрион и Близион открывается свой второй кинотеатр, и по 12-й залу сразу же вступит в строй. Вот, основная проблема, которая сейчас стоит перед кинопрокатом, в общем, почему, вот, сегодняшняя тема, да, кинопрокат, прокатистан или нет, потому что, в принципе, основная причина того, что, в общем-то, трудно наше кино поставить в кинотеатры, потому что катастрофически мало залов, вот, я и начал вопрос с сети, да, вот сеть у нас сейчас представляет собой порядка 200 кинозалов, из них основная проблема, которую приходится сейчас кинопрокату глобально решать, это переход с пленки на цифру. Цифровых залов из этих 200 кинотеатров, кинозалов всего 71, на сегодня мы насчитали, вот, и считайте, что, в принципе, тогда, когда мейджоры, основные мейджоры переходят практически полностью на цифровой показ кинотеатрам, особенно однозальным, особенно тем, кто, в общем-то, не находится в какой-то сети, колоссальная проблема сейчас отцифровать свои залы, потому что, скажем, от параманта, они просто определили, что с 1 января этого года они на пленке ничего выпускать не будут. Вот, к великому сожалению, наши в основном фильмы тоже вот в основном собираются делать, ну, дорого печатать пленку и в основном хотят встать в цифровых залах, и получается, что конкурировать с большими проектами в цифровых залах, тем более с 3D-проектами, становится очень сложно. Вот это вот основной тренд, который нам сейчас вот приходится преодолевать в том вопросе, когда нужно поставить наше казахстанское кино на наши экраны, как говорится. И, конечно, телевидение и интернет. В общем-то, в последние годы колоссальный конкурент кинопоказу именно в кинотеатрах, как вы понимаете, становится интернет и телевидение, когда нам приходится, ну, настолько широко уже представлять какой-то контент, который можно показывать в кинотеатрах, начиная там с оперных показов, компьютерных игр, даже на большом телеэкране. Вот кинотеатрам, в общем-то, приходится таким образом работать, чтобы привлечь зрителя, оторвать его от телевизора и от айпада и привезти в кинотеатр. Ну, что мы видим в этом плане? В общем-то, наверное, основная работа, которая решила бы эту проблему, естественно, расширение кинотеатральной сети в Казахстане. Ну, сейчас мне не секрет то, что практически все кинотеатральные сети, которые в Казахстане существуют, они плательщики огромных процентов для банков, потому что деньги были заняты большие для того, чтобы построить эти 200 залов. И, в общем-то, мы все сейчас в основном, в основном, особенно крупные сети, находятся, платят довольно-таки серьезные деньги банкам за то, чтобы окупить все это хозяйство, расплатиться, как говорится. Вот сейчас мы ведем разговоры о том, чтобы вот эта процентная ставка, она была каким-то образом снижена для тех инвесторов, которые вкладывают в строительство кинозалов и кинотеатров. Вот. Большой вопрос сейчас стоит в расширении кинотеатральной сети. Это вхождение бизнеса или государства в населенные пункты, которые составляют менее 50 тысяч человек. Это вот самая большая проблема, которую в России, в общем-то, решили. В крупных миллионниках сейчас в России, в общем-то, 2 с лишним тысячи залов, практически большая половина их оцифрована. А у нас, вроде в областных центрах, куда бизнес может войти и какие-то деньги окупить с этого дела, в общем-то, предел приходит. Где-то еще, может быть, 50, может быть, 100 залов можно будет построить в крупных наших областных центрах, хотя уже тоже, в общем-то, под завязку. И основное, основное, расширение основной нашей общей сети казахстанской, она, видимо, должна будет уходить в малые города и районные центры. В принципе, это не только с точки зрения бизнеса, но и с точки зрения такой социальной было бы интересно, вот в таких городах, как Жамаузень, Каратал, Кентау и районные областные центры. В принципе, эта проблема сейчас настолько серьезно стоит, что вот этот вот момент расширения сети вот именно в таких населенных пунктах, оно было бы интересно и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения социальной. И в то же время, как бы, вот это кино, наше казахстанское кино могло бы вот там по-серьезному оказать, ну, такую конкуренцию, как я думаю, в общем. Дальше. Ну, это вот то, что мы касались киносетей, как-то о них. Это, я считаю, основа киноиндустрии, потому что все, что мы показываем, это происходит в кинотеатрах, и все деньги, весь денежный оборот, он происходит вот в этой самой нижней платформе, то есть в кинотеатрах, да, где происходит обмен на деньги всей продукции, которая произведена. Дальше, я думаю, ну, по производству. О производстве сейчас предыдущий спикер, в общем-то, так коснулся, но я для себя вижу, может быть, нам каким-то образом систематизировать, да, все это дело. У нас есть крупная наша студия «Казахфильм», есть продюсерские компании, в принципе, в общем-то, довольно-таки успешные. И «Сатайфильм», и «Артфильм», и «Алденгар Продакшн», и «Сергей Азимов», и «Баян Есентаева», и «Жадраса Хиева». В принципе, есть имена, такие, в общем-то, успешные имена, которые, в общем-то, за это время смогли показать и доказать то, что они что-то могут в кино сделать. Вот, это вот второй. И третий такой слой, я самодеятельность это делом называю, но, в принципе, это, наверное, не совсем верно, не совсем верно. То есть, речь идет о тех режиссерах или компаниях, которые работают в основном в регионах и не рассчитывают на большой экран, но кино производят. Это вот наши региональщики, особенно вот здесь у нас компания, «Шинкен Питчерс», скажем, или вот «Тарасские ребята». Они очень много приносят материала, но этот материал, в принципе, даже, наверное, кино назвать трудным. Где-то мы им помогали, вытаскивали у себя, в армане показывали. Но это материал, который интересен с точки зрения нашего национального такого подхода к кино. В принципе, я, наверное, это даже кино не могу назвать. Это как демо-материал, из которого может потом получиться кино. Вот, в принципе, мне всегда казалось, что мы должны пойти по такому пути, когда есть большая государственная студия, которая может освоить большие бюджеты и снять большое кино, да, как Михалков говорил, высокий стиль. Есть группы, продюсерские компании, которые могут освоить среднебюджетное кино с интересными темами. Но это, конечно, компании, которые должны иметь какое-то подспорье в плане того, чтобы или начать, или на фазе постпродакшена и выпуска кино в кинотеатральный прокат им нужна будет помощь. Ну и третье. Третье — это самодеятельные, да, или самостийные режиссеры. Это, мне кажется, бездонная кладезь идей, которые могли бы прийти к нашему зрителю. Потому что меня всегда поражает вот этот вот эффект, когда режиссер абсолютно не с подготовленным выходом картины, да, ну буквально там вот сейчас на DVD даже приносит. И мы иногда, бывают такие эксперименты, ставим у себя или в Цезарь, или в Армане. И вы представляете, идет народ, и этот фильм может стоять две недели, три недели, и интерес к нему не истекает. Вот этот феномен для меня, ну, настолько поразительный. Я поражаю все-таки или мы своего зрителя не знаем, или чего-то в этом деле не понимаем. Вот этот момент, мне кажется, в любом случае, да, мы его упускать не должны. Конечно, высоколобы и критики, они могут сказать, да, это не кино. Так кино нельзя снимать. Но факт тот, который есть, когда кинотеатр может заработать даже вот на таком проекте, его, видимо, как-то, ну, из поля зрения упускать нельзя. Далее. Ну, вот о продюсировании и о продюсерстве как таковом мне бы хотелось отметить, есть ли у нас институт продюсерства, есть ли профессиональные люди в этом деле, или все-таки это у нас вот такая вот профессия, которая вдруг, ну, по необходимости оказалась. Да, в принципе, вот о тех людях, о которых я говорил выше, в общем-то, они смогли доказать, что этот институт, институт продюсерства, продюсирования у нас существует, ну, естественно, его развивать надо, особенно его отношения с одной стороны, с творческой группой, да, с подбором самого материала для кино, а также отношения продюсера и кинопрокатчика. Это вот вопросы, которые ни законодательно, ни даже на человеческом уровне, вот на данный этап, они у нас не развиты. Вот этот момент вот очень серьезный, конечно, хотелось бы, чтобы в этом деле все больше появлялось профессионалов. Дистрибьюция. Дистрибьюция, ну, то, вот о чем сегодня шла речь, можем мы продавать наше кино или не можем. Как это должно быть? По всей вероятности, дистрибьюторов, как таковых, у нас еще и нет фактически, потому что кто такой дистрибьютор? Это прежде всего человек, который может взять или купить проект на стадии сценария или, и, естественно, довести его до конца, и довести до проката, и иметь какую-то прибыль с этого дела. Конечно, вот этот институт самый серьезный, и, наверное, он является основным двигателем того, будет ли наше кино существовать в том виде, в котором оно есть, или не будет, потому что дистрибьюцией практически у нас никто не занимался. Вот тот прокат, который мы осуществляем американского и европейского кино, это все-таки мы являемся не дистрибьюторами, а как бы агентами на территории, которые проводят политику компании, фильмы, которые они дистрибутируют. Вот мы только-только в этом году первый фильм хотим закупить, именно провести дистрибьюцию, как говорится, французских фильмов. Выезжаем на рынки, смотрим это дело, и в прошлом году мы несколько картин именно по-настоящему продистрибьютировали, когда мы заключили контракт, заплатили предварительные минимальные гарантии, прокрутили его в кинопрокате, и сейчас занимаемся дальнейшими продажами. Вот, видимо, вот такая серьезная дистрибьюция, правильная дистрибьюция, когда человек-дистрибьютор, целая компания, он, рискуя своими деньгами, входит в какие-то проекты. Вот дистрибьюция казахского кино, видимо, это сейчас самая основная не проблема, но то, что сейчас необходимо на этом рынке. Когда человеку, который может продистрибьютировать какое-то кино, имеет свои требования, или, скажем, какое-то видение того проекта, который ему предлагается, или он сам находит такой проект, вот это то, чего сейчас у нас, в принципе, отсутствует. Мы с нашими прокатчиками, со многими, в общем-то, пытались организовать вот такую вещь, именно дистрибьюцию и прокат казахского кино. Но пока эти моменты, как бы, на межличностях, этих самых вещах у нас не проходят, не проходят, потому что риски очень большие. Ну, в общем-то, и прокатчики, в основном, вот заняты, конечно, своими крупными проблемами, как то строительство дополнительных залов, окупаемость тех залов, которые есть и так далее. Но вот этот вот вопрос о дистрибьюции казахстанского кино, он стоит очень серьезно. В принципе, может быть, наша киностудия могла бы стать таким основным дистрибьютором казахского кино, да, как такового. Не только те фильмы, которые сняты на самой студии, но и, я же говорю, огромное количество кино снимается, которые просто не заходят на экранах в силу того, что есть идея, но исполнение ее настолько никуда не годится, да. И исполнение есть, и актеры, в принципе, неплохие, но постпродакшена вообще никакого, потому что нет денег. Нет постпродакшена, естественно, нет выхода на большие экраны, потому что это элементарно, чтобы выпустить фильм на большой экран, извините меня, надо копии напечатать и так далее, и так далее. Это очень дорогостоящая вещь. А упускать такие идеи и людей, которые эти идеи вытаскивают, не хотелось бы. Вот, и я думаю, это вот такой вот тоже очень серьезный вопрос, который стоит. Сейчас вот речь шла об окупаемости, да. Это, наверное, самый такой закрытый вопрос, самый сложный и самый спорный. Мы почему-то все время говорим об окупаемости кино, тем более казахского кино, только в плане кинопроката, именно кинотеатрального проката. Но дело в том, что кино — это ведь продукт, продукт практически вечный, продажи которого должны не заканчиваться на кинотеатральном прокате, но должны продолжаться и дальше, да. Скажем, DVD был в свое время очень серьезный в этом плане под спорь после кинотеатрального проката, но сейчас это интернет, видео по запросу и телевизионные продажи. То, что вот эта система отсутствует, отсутствует, и мы даже в подсознании ее себе не откладываем о том, что кино окупается не только в кинотеатре, но и во всех дальнейших, его продажа, она очень серьезна, в дальнейшем должна продвигаться. Это ведь, в принципе, в мире-то давно развито, но то, чего нет у нас, и оно у нас в сознании просто не отложилось, как говорится. Поэтому, может быть, у нас и телевизионные каналы такие дешевые цены предлагают. Вот мы сегодня с Аманшаевым говорили по этому поводу. Ребята, там реклама казахстанского кино на телевидении, она стоит в разы дороже, чем те цены, которые телевидение предлагает за наш продукт. Но это, в принципе, неправильно. В принципе, неправильно. Видимо, эти вещи тоже надо пересматривать. И когда в подсознании, и в сознании как дистрибьютора, так и продюсера сложится вот эта система продажи кино, начиная с кинотеатра и заканчивая интернет и видео по запросам, ну и, естественно, телевидение, да, в принципе, наверное, окупаемость его, она будет более, ну такой горизонт окупаемости, он будет более широким, широким, и, в общем-то, и это тоже, в общем-то, подспорьем оказывается очень серьезным. В принципе, вот этот вот, всю вот эту ступень продажи кино, она ведь тоже практически нами не освоена, вот, и мы даже не знаем, особенно продюсеры, и не знают ни цен, какие сложились там, и, в принципе, те взаимоотношения, какие сложились между всеми субъектами, которые потребляют киноконтент как таковой. Роль телевидения в этом деле, конечно, она становится огромной, в принципе. Вот сейчас хотелось бы привести пример того, как в свое время Первый канал во главе с Эрнстом, да, они ворвались просто в киноиндустрию, вот своим продюсированием тех же «Ночных дозоров» вместе с Тимуром Бекмамбетовым. Это же было вложено, в общем-то, основные деньги были вложены вот этим вот огромным холдингом, огромным просто, да, который вложил в это дело, раскрутил и, в общем-то, двинул российское кино. Это, в общем-то, можно считать точкой отсчета, когда российское кино настолько серьезно стало конкурировать с американским. Я вот думаю, что, в принципе, наверное, и у нас эта возможность должна быть, ее надо, видимо, видеть, когда именно большой телевизионный канал придет и в производство кино, и в его продажу дальнейшую раскрутку и так далее. Вот этот момент, наверное, мне кажется, тоже даже на государственном уровне, наверное, нужно будет обсуждать. Хотя, в принципе, проекты уже такие есть, когда КТК вложил, да, в это, в Кайрата чемпиона. В общем-то, такие примеры есть. Но если вот эти вот наши телевизионные монстры, которые, в общем-то, пользуются, ведь государственная поддержка очень серьезная, пришли бы в кино и начали бы вот эту систему, да, кинотеатрального показа, потом, значит, окупаемость его на DVD в интернете и на самом телевидении, и дальнейшие их продажи и продвижения на международный рынок, оно, в общем-то, наверное, служило бы таким серьезным подспорьем в этом деле. Вот. Ну и... Его величество зритель, да? Вот такой вот серьезный вопрос. Вот то, что я немножечко коснулся сегодня, для меня наш зритель, он именно в том контексте, о котором мы говорим, казахское кино, ну, абсолютно еще... Мне кажется, вот у нас в стране существует две разные категории зрителей, которые могут пойти на кино, на которое мы абсолютно не делаем ставку, и откуда этот зритель появляется, вот для меня это загадка. Вот, видимо, изучение зрительской аудитории, да, который может на фильмы Юркена Ракишева месяцами ходить. Месяцами ходить, залы полные, они сидят, плачут, этот интерес, он передается, передается. И в тот же момент мы не можем собрать на хорошее, не то что там, наше кино, на хорошее американское, европейское кино. Мы зрители не можем... На хорошее кино, с большими актерами, скажем, там, как Ромовый дневник, или тоже Елену, да? Куда этот зритель девается? Вот для меня вот эта вот загадка колоссальная. И изучением вот этого зрителя, да, кто он такой, что он такой, какие пристрастия у него нет. Вот не зная своего зрителя, наверное, очень сложно вообще сегодняшнюю тему, как бы и поднимать, и говорить о ней. Вот этот вопрос стоит очень серьезный. Почему я веду речь о зрителе? Потому что вот в том контексте, о котором мы вначале говорили, да, то, что кинопрокатчики в основном говорят, ребят, снимайте конкурентноспособное кино. Но дело в том, что есть огромная часть этого зрителя, который сидит дома, и его надо вытаскивать. И это в том числе забота и работа наших кинопрокатчиков, то есть менеджеров и директоров кинотеатров. Почему? Потому что огромный пласт людей просто не ходит до сих пор в кинотеатры. В принципе, вот показ оперных спектаклей в Вармане, да, или в Цезаре, он очень серьезно говорит о том, что есть зритель, которому интересно бросить телевизор, бросить интернет и прийти все-таки к кинотеатру и посмотреть, что же там происходит. Причем эта публика, она старше 40, старше 50 лет. Вот, это самая ценная публика, самая верная публика. И, видимо, вот над этой, над этим зрителем нам тоже надо работать и думать над том, и изучать его, кто же он такой все-таки этот зритель. Вот. Ну и, естественно, не сказать о том, что в государственной поддержке казахского кино, казахстанской киноиндустрии огромна роль государства. И, конечно, роль государства, она просто на сегодняшний день, ну, в общем-то, наверное, номер один, да, потому что практически все кино, которое снимается на 90%, оно сделано при государственной поддержке. Но, конечно, хотелось бы двинуться еще дальше, да, государственная поддержка и государственная поддержка, наверное, рознь, потому что привести в порядок вот эту государственную поддержку, наверное, Прежде всего нам нужно путем принятия закона, закона о государственной поддержке нашего кино. Без этого, в общем-то, на примере России мы видим, когда в 1996 году этот закон был принят, и, в общем-то, постепенно, постепенно, постепенно оно пришло к тому, что все-таки это кино стало конкурентоспособным во всех отношениях. А это ведь ведет к тому, что, естественно, упорядочивается производство, кинопрокат и так далее, и так далее. Без этого, в принципе, нельзя. Я думаю, сейчас на сегодняшний день в этом вопросе о роли государственной поддержки кинематографии Казахстана закон о господдержке кинематографии – это вопрос номер один. Отсюда уже выходят и налоговые преференции, и та же дорожная карта, по которой можно было бы, наверное, принять давно программу такую, как вот 100 школ, 100 больниц мы принимаем, 100 кинозалов в Казахстане, вот типа таких вещей, когда, естественно, для бизнеса та процентная ставка, которая существует на сегодняшний день, 14%, ее, естественно, надо менять на те 5%, которые могла бы предусмотреть дорожная карта. Это тогда было бы, конечно, очень серьезным подспорьем. Вот. Второй серьезный вопрос и для дистрибуции, и для кинопроката, и вообще для создателей кино – это все-таки, наверное, надо налаживать учет и отчетность по каждому билету, который был продан в кинотеатре. Вот. Это вопрос серьезный. В России это электронный, ну, как мы говорим, электронный билет, вот. Во всем мире это вот система Рентрак, это самый крупный подсчет, подсчетчик проданных билетов в мире. Вот это нужно, видимо, принимать законодательно, потому что это, ну, назревший вопрос, ну, невозможно так, чтобы продюсер вслепую, в общем-то, выпускал картину в кинотеатральный прокат, не зная, что делается у него в этот час, в это время, там, как его фильм идет, «Казвардей» или там «Вактал». Вот. Вот этот вот ежечасный подсчет билетов, проданных в кинотеатрах Казахстана, сейчас, в общем-то, тоже вопрос очень важный, к нему надо переходить. В России даже это было очень сложно сделать, вот. Вот они постепенно-постепенно переходят к этому, и, в общем-то, и у нас тоже эта задача, конечно, назрела. Прозрачность системы выделения государственных средств. Ну, в принципе, здесь, наверное, даже не о прозрачности идет использование вообще средств, да. Вот мне хотелось бы, чтобы существовала какая-то система, когда режиссер, продюсер, ну, творческая группа фильма, они знали, что существуют определенные правила получения государственных денег и запуска их в производство, да, или с возвратом, или без возврата. Вот здесь вот я написал, что три системы США, Франция, Россия, по какому пути из этих пойти? Ну, американская система, это система таких больших студий, если коротко говорить, мы в нее вдаваться не будем, она очень сложная и для нас, наверное, пока недостижимая. Но те системы выделения госсредств, которые существуют во Франции и в России, ну, наверное, их можно было бы законодательно рассмотреть, вот. Коротенько, что во Франции, да, если вот так вот поверхностно посмотреть, это когда основные потребители контента, то есть телевидение, зритель и интернет-пользователи, в общем, весь спектр субъектов, которые потребляют киноконтент, они сбрасываются в виде налогов, и все это формируется и собирается в органе, ну, как они себя называют, Госкино, СНС, да. Вот это один вид, и когда там уже в этом СНС сидят специалисты, СНС, вернее, и распределяют эти идеи. Система очень сложная, она существует с 1946 года во Франции, но, в принципе, она смогла доказать то, что она является, ну, самой третьей кинематографией в мире и одной из самых эффективных в мире, я считаю. Потому что вот пойти, может быть, по этому пути, но там тоже много своих вещей, сложности в каком плане, вот как вот Джоэль Шапрон говорил, он вот читал тогда лекции по поводу французской системы, ну, возможно, будет Эрнстер, скажем, или там наш первый канал Евразии, или еще кому-то сказать, что вот вы из такого-то числа будете еще отчислять в какой-то фон определенный процент со своих доходов, так как вы пользуетесь киноконтентом. Конечно, это будет сложно, конечно, это будет сложно, но, в принципе, рассмотреть такой вариант можно. Ну, и та система, которая сейчас принята в России, это создание фонда кино, фонда развития кинематографии России, когда были определены 8 компаний-мейджоров, которые, в общем-то, распределяют между собой путем тендеров там и собраний специалистов, да, определяют выделение бюджетов для вот этих крупных компаний, которые оправдали в последнее время. И, конечно, система тоже очень сложная, там, естественно, ее с оговорками можно принимать или не можно принимать, но та система, которая существует в выделении государственных средств и использовании их, она есть, она есть. Видимо, нам тоже нужно будет что-то из этого интересного выбирать, законодательным образом принимать, потому что без такой вот правильной поддержки всего этого дела мы не сможем взрастить продюсера, прежде всего, человека самостоятельного, да, который знает о том, что на каком-то этапе продвижения его проекта или на стадии постпродакшена, или выпуска в кинотеатральный прокат, у него будет точная помощь государства, и эту помощь в определенных процентах, там, от 10 до 50, сейчас его в России, например, принимают, он должен будет вернуть. Ну, наверное, это уже было бы таким серьезным подспорьем не только для большой нашей студии, да, но и для тех продюсеров, которые, в общем-то, есть идеи, есть команды, да, которые могут снимать кино, но отсутствие и особенно молодые продюсеры и режиссеры, особенно для них, это было бы серьезным подспорьем, и, может быть, вот из этого, из этой поросли потом что-то могло вырасти, такое, что мы могли бы сказать, да, через определенное время мы можем конкурировать с тем или иным, с тем, с той или иной киноиндустрией, как говорится, мировой. Так, ну и самое главное, что я хотел бы в этом деле подчеркнуть, конечно, в отношении с государством, мы всегда говорим, что государство должно поддерживать, мы должны идти на государственную поддержку, но в этом деле, конечно, нужна обязательно обратная связь, чтобы государство, естественно, вело с нами диалог с киносообществом как таковым, и вот это киносообщество, оно должно сформироваться, вот, я хочу сказать, что у нас вот сейчас существует гильдия продюсеров, на днях была создана киноассоциация, киноальянс Казахстана, которая объединила в своих рядах дистрибьюторов и кинопоказчиков, скажем так, вот такая вот общественная организация у нас существует, и, видимо, диалог государства и вот таких вот наших киношных секций, он должен состояться, он должен быть постоянным, почему? Потому что вот элементарный пример, да, когда содружество вот наше, Россия, Казахстан, Белоруссия, вот сейчас принимается в рамках этого содружества документ о выплате кинотеатрами одного процента со всех своих доходов в пользу авторов, вот, но, вот опять-таки, наши государственные органы согласовали этот момент, но со своими коллегами из России и Белоруссии, но вот с нами никто не посоветовался, а там ведь элементарная вещь 1%, 1% он составляет как бы со 100% вала, а 100% вала он ведь не принадлежит кинотеатру, больше половины это доля дистрибьютора, и, естественно, получается так, что со своей прибыли, со старшейся, со всеми выплатами и так далее, он должен еще заплатить 2%, 2,5% даже, из чисто дохода кинотеатра. Вот такие вот вещи, которые происходят, они очень серьезны, и без диалога государства и киносообщества, конечно, это преодолеть очень сложно. Окей, все, у меня последнее, ну и то, что, как бы, это, наверное, из сферы мечты, это, я считаю, что 30% вала дохода кинотеатра, конечно, должно составлять казахстанское кино. Почему? Потому что это деньги, которые остаются в стране. Они в дальнейшем работы, продюсер заработал на своем кино здесь, и он дальше вкладывает в кино. Кинотеатр, который заработал на казахстане, получается это большую долю, чем с американского кино. Естественно, это ему выгодно. И самая большая мечта, конечно, дожить до тех времен, когда у нас появятся кинокомпании полного цикла. То есть, это на стадии, компания начинает на стадии сценария находить сценарий, сами снимают его, делают постпродакшен, продвигают его, и в своих же сетях прокатывают это кино и осуществляют дальнейшую продажу этого кино. Вот если мы доживем до этого дела, то, я думаю, сегодняшние вопросы не возникнут. Продолжение следует...